Всем привет! С вами канал Стильно и я, Елена Кузнецова. Многие блогеры на ютубе и во всяких разных социальных сетях показывают антитренды на картинках из интернета. Ну камон, ребят, неужели кто-то пойдет по магазинам с вашими этими картинками и будет смотреть и выбирать себе какие-то актуальные вещи, сравнивая их с неактуальными? Мы решили пойти дальше. Мы пойдем в конкретные магазины и на реальных вещах будем показывать вам, что покупать здесь не нужно, что не модно, что не актуально. И я постараюсь даже объяснить вам, почему покупать эти вещи не стоит. Поехали! Итак, сегодня у нас премьера. Мы решили зайти в Стокман и посмотреть, что же здесь неактуального. На самом деле я не могу сказать, что конкретно пайетки неактуальны, но это больше такая тема эклектическая. Целое платье в пайетках, особенно в таких мелких, да и такой, скажем так, длины она до колена не совсем актуальна. Именно длина неактуальна. Пайетки ничего против не имеют совершенно. Это классический пример, когда эклектика не сочетается совершенно друг с другом. Здесь клетка, довольно деловой принт. Здесь фланель, то есть мягкая ткань, которая отсылает к чему-то такому домашнему, мягкому, нежному, да, плюс из нежного. Здесь еще валан и все вместе это платье-рубашка. Это несочетаемо именно в плохом варианте. Вот такое вот не рекомендую. Еще один вариант, на мой взгляд, даже хуже, потому что еще и черно-белый. Вообще непонятно, куда это и с чем это можно носить, сочетать и зачем вообще это нужно делать. Девчонки, вариант пуховичка, который я бы ни за что в жизни не стала бы носить, как именно отдельную единицу гардероба. Да, пуховик, да, теплый, да, натуральный, но именно такие модели такой длины и она явно будет в обтяжку, хотя сейчас я держу свой размер. Такие вещи не актуальны, а сейчас актуальны более объемные вещи. Вот такой пуховичок можно надеть разве что под какое-то пальто, но и то он слишком объемный, поэтому если надевать под низ, то ищите что-то совсем такое невесомое. Это вещи не актуальны. Внимание, за 53 почти 1000 рублей совершенно не актуальный вариант косухи. Я думаю, вы тоже уже не первый раз слышите от меня и не только от меня, от Гриши, а то ли, что косуха, она вот такой длины и такого прилегания сейчас совершенно не в тренде. Сейчас опять же в моде оверсайз, плечо спущенное и длина до середины бедра и немножко ниже. Поэтому да, я понимаю, что это натуральная кожа и продавать это будут до тех пор, пока мы будем это покупать. Я нашла вот историю, тоже совершенно не актуальную, которая по, в принципе, своему кровью напоминает такую школьную форму 80-90-х. Здесь сверху трикотаж. Конечно, понимаю, что здесь есть намек на актуальность в виде кожи, однако здесь отрезная юбка, что совершенно не актуально. Плюс здесь немного странная длина рукава, причем она в обтяжку от рукава будет, и он не 7,8, не 3,25, в общем, ни туда, ни сюда. Плюс длина. Если его надеть, оно реально будет по колену. То есть это такой, ну, я бы сказала, бабушкин вариант платья. Помните сериал «Интерны» и Люсю, которая со своим молодым человеком собиралась пойти на гала-ужин вот в таком вот примерно платье? То есть, когда она надела это платье, у нее еще была такая прическа высокая, и она выглядела очень-очень вульгарно. Я сейчас не хочу ничего сказать плохого про леопарда, но и эта модель, и эта расцветка, и этот крой – это совершенно прошлый век. Я даже не буду объяснять, почему. Ну, вообще, вообще, друзья, я вам хочу сказать, что Стокман меня очень порадовал. Я с трудом нашла неактуальные вещи в нем, и это круто, потому что пару лет назад, когда я активно ходила с клиентами, даже в Стокман, потому что клиенты у меня любили конкретно этот магазин на тот период времени, с трудом удавалось найти как раз-таки актуальные вещи. Так что браво, браво, Стокман! А мы с вами отправляемся в Зарину. Я искренне верю в то, что здесь модельчики будут максимально актуальны, потому что все-таки это российский бренд, его рекламируют звезды, звездные блогеры, фэшн-блогеры. Поэтому давайте посмотрим, как тут обстоят дела. Вот я уже вижу актуальный достаточно принт Леопард. Это абсолютный тренд осени. Ну, оставим его, оставим его, я про него уже много чего говорила. Ну, немножко поднадоел, однако смотрите на меня. Вы видели мои ногти? Тоже гребаный Леопард. На черном цвете, наверное, не очень хорошо видно, но помните те самые кардиганы из 2007 года, которые вот эти вот тонкий трикотаж, которые на малюсеньких вот этих пуговках, и тут еще и с неким подобием жабо. Вот это, пожалуйста, никогда и ни за что не покупайте. Может быть, лет через 20 что-то подобное вернется в моду, но только не сейчас. Вот эти вот еще странного материала штанцы. Это было модно где-то в 2000-х, может быть, по где-то 2004-й, и мне все-таки кажется, что они не смогут, они вернутся в тренды. И на мой взгляд, лично и сугубо мой, эти вещи не актуальны, особенно вот такого плана, когда они сделаны в форме брюк-дудочек, да, или в форме брюк-сигарет, как еще называют. Зарина, ну, как бы она и должна была быть такой, я от нее именно этого и ожидала, что здесь вещи достаточно актуальны, и по крою, и, в принципе, по нашим современным реалиям, единственное, что много, где хромает качество сильно. То есть я беру в руки вещь, и я чувствую, что прям если я сейчас ее надену, например, брюки, и сяду в них, то через 2 минуты они будут у меня как из одного места, все вот эти вот мятые, сжатые, непонятно какие. А так, в принципе, актуальных вещей достаточно много, и много неплохой на внешний вид, по крайней мере, базы. Так что можно заходить. Мы переместились в Резерт, и здесь прямо на входе я нахожу вот такой вот замечательный свитер. Для того, чтобы такая вещь была актуальной, здесь должно быть что-то одно. Либо это косы, да, крупная вязка, либо это люрекс, что-то одно. Все вместе делает эту вещь совершенно неактуальной и слишком вычурной. Она выбивается из нашего, в принципе, сейчас ритма жизни, да, и из актуальности нынешних реалий. Плюс ко всему, современные вязаные вещи, они более объемные, либо более легкие. Вот эта плотная вязка в сочетании всего того, что я сказала ранее, вещь делает совершенно неактуальной. Пожалуйста, вашему вниманию еще одна, ну, мягко скажем, стрёмная косуха, потому что здесь, смотрите, во-первых, она в обтяжку, да, это модель, опять же, какой-то размер, 38-й размер, это мой размер, да, в реале это какой, 44-й, да, это мой размер, она будет мне прям по телу. Здесь тоже вот эта история. Конечно, молнии актуальны, но не в этих местах. Молнии актуальны в других местах, совершенно неожиданно сейчас. С нее еще и длина, как у бомбера, то есть это неактуальная длина для косухи. Вещь, на мой взгляд, неактуальная и весьма странная. Клетка в перемешку с гусиной лапкой, да, насчет принта ничего плохого не могу сказать, да, но это внизу, эта вещь будет вас очень сильно расширять, как минимум, да, плюс эти брюки в обтяжку. Брюки в обтяжку имеют право быть, наверное, совершенно из другого вида ткани и другого совершенно рисунка. Плюс, ну, в принципе, да, я смотрю на эти брюки и понимаю, что они из какого-то очень-очень-очень древнего года. Но, наверное, так и есть, потому что это распродажа, и стоят они 799 рублей в резерв. Не рекомендую такое, в принципе, брать никогда. Есть еще такой же вариант в гусиную лапку, и, в принципе, он туда же в топку уходит, потому что, во-первых, это будет делать вам большую попу, а, во-вторых, ну, смотрите, да, эти карманы, вот эти вкладыши, они совершенно давно уже стали неактуальными, особенно на такого плана брюках. Купите лучше лосины и носите с удовольствием. Искусственная замша или издалека очень похожа на бархат. Абсолютно точно могу сказать, что не для такой модели платья создана эта ткань. Абсолютно не для такой. Плюс ко всему, опять, я уже говорила сегодня о том, что отрезной низ неактуален. И давно лучше бы это был запах, и это бы смотрелось гораздо актуальнее. Плюс, посмотрите, пожалуйста, вот на вот эту вот историю с фурнитурой. Такая фурнитура делает вещь очень и очень дешевой. Это не платье-рубашка, это не платье вообще. Это больше похоже на халат, и лучше бы это реально было халатом. Я нашла еще один неактуальный пуховик. Во-первых, здесь вот эта стежка неактуальна. Сейчас гораздо более актуальна стежка, которая ромбами или квадратами сделана. Плюс здесь непонятно на какую голову капюшон. Вот эти вот странные кулиски. Вот эта вот молния, которая, опять же, делает очень дешевым эту модель. Очень дешевая эта модель. И эта куртка приталенная и очень странной длины. Если такую вещь купит девушка с широкими бедрами, то представляете, что станет с ее бедрами? Они станут еще шире, потому что заканчиваться она будет в самом широком месте фигуры. Ну и, наверное, самая неактуальная вещь в резерве, это вот этот вот, это, наверное, уже джемпер, да, с, я даже не знаю, как это сказать, с каким-то букле, которое совершенно не видно на этом джемпере. Это какая-то дырявая вязка, это какой-то застиранный цвет. В общем, такое ощущение, что ее носило уже 15 поколений, и вот сегодня за 3 500 решили ее продать здесь в резерве. В резерве оказалось много неактуальных женских вещей, и это авиапарк. До Метрополиса мы, наверное, сегодня не поедем, но в авиапарке очень много неактуальных женских вещей, боже, спасите меня отсюда. А мы идем в кроп, бывший кроп, сейчас он называется CR, это кроп под прикрытием, и я тоже такая, как под прикрытием, иду, потому что здесь такое все камуфлированное, и мне хочется куда-то там это даже, даже, даже спрятаться, замаскироваться. И пока что я вижу только мужские вещи, когда же будут женские. То есть он укроп, я могу сказать, мне кажется, после наших прошлых выпусков очень даже исправился, теперь даже косухи стали актуальными. Но про эти брюки мы уже тоже говорили о том, что они неактуальны, и даже сегодня мы говорили уже про такого плана принт, ну и сама по себе модель, что это неактуально. Здесь еще есть одни очень странные брючки, я сейчас покажу. Брюки-клеш, это здорово, это модно, но, ребят, из такого материала, как будто вы в них собираетесь спать, да, или ходить просто где-то на даче. Но я не знаю, если на даче убрать, то зачем вам это? В принципе, нужно за 1800 рублей накупить себе нормальные брюки спортивные. За 700 рублей в резерв есть очень даже неплохие брючки на распродаже прямо сейчас. Вот это очень тонко, а это смотреться будет не как, как будто вышли на улицу в пижаме. Мы провели полную ревизию магазина HR, и я могу сказать, что я уже показала то, что там неактуально, но особо прям чего-то такого из ряда вон мы не нашли. И это здорово, то есть мы делаем магазины лучше. А я иду в СИН. Вот эта вот модель будет актуальна, если вы хотите носить ее под пальто, но что здесь мешает? Капюшон здесь мешает, и тогда вы не сможете просто ее надеть под низ, а если вы это будете носить как самостоятельную куртку, то вы будете выглядеть совершенно антитрендово. Не надо так. Я пока не поняла, что это такое. За 500 рублей, кстати говоря, это что-то летнее, что-то непонятной длины, что-то со странным принтом. В общем, даже моя бабушка такое не наденет. Вот это вот просто шедевр неактуальности. И это единственное, что здесь есть с намеком на тренд, это принт. Все остальное это трикотаж, эти намеки на валаны, это форма, этот вырез воротника. Все нас отсылает куда-то в, я стесняюсь сказать, 60-е годы. И надевая вот эту вот вещь, вы абсолютно точно постареете лет на 15. Не надо. Это суперскини, про которые многие говорят, что они неактуальны, но посмотрите на цвет. Это застиранный синий цвет со стрейчем. Вот это вот очень неактуально. И это действительно так и есть. И вот такой вот вариант в сером цвете туда же, да, как будто их носили опять же, да, 15 поколений. И сейчас нам их решили продать за, сейчас скажу, за 400 рублей, внимание. Вот это вот может быть куда-нибудь на дачу с резиновыми сапогами. И то не надо. Не хватает только ботильонов. Вот к этому вот луку, то есть он готовый здесь висит. Посмотрите, пожалуйста, вот эти вот суперскини с клешем, да, то есть они здесь в обтяжку, обтяжь, с потертостями. Клеш, и еще вот такая вот потрясающая косуха, которая напрочь испортит все. Даже если вы надели случайно эти джинсы, то сюда можно было бы надеть какой-нибудь балахон, да, или какой-нибудь худи объемный, и уже смотрелось бы ничего. Но вот это вот просто, простите, пожалуйста, застрет вам все впечатление о вас. И никогда в жизни нельзя будет сказать, что вы следите за трендами. Боже, упаси от такой косухи. Гриша, не открывай, пожалуйста. Вот не надо, не надо. Никому вот это вот не показывай. Так ходить нельзя, друзья. Трикотажное платье на запах. Представляете, да, вот эту вот историю? Плюс длина. Ну, немного странная, да, для такого платья. Если бы оно еще было в пол, я бы как-нибудь поняла. Плюс вот этот чудесный гофрированный платок. Просто вот это гофре, пожалуйста, снимите. Если у нас где-то есть, выкиньте, сложите в отдельную коробочку, отнесите на помоечку, и пусть оно там спокойненько покоится. Не надо, пожалуйста. Синсей, тот самый Син, меня в очередной раз разочаровал. Это правда. Рассадник самых немодных вещей, самых вещей неактуальных. Не ходите туда, если не хотите выглядеть отвратительно и неактуально. Мы в лайме, друзья, мы в лайме, и я опять прислала к леопарду. Не могу я от него отойти, короче. Что я хочу сказать. Я вижу платье комбинацию. Это все очень хорошо. Но почему оно из такой ткани, как будто это мешок. Это неприятно к телу. Я не могу сказать, что сама по себе модель неактуальная. Но из такой ткани она просто не имеет права существовать, на мой взгляд. Ну и находясь здесь рядом, я не могу не показать вот эту вот неактуальную модель. Вот с такими вот выточками, которые проходят вдоль всей фигуры до самого низа. Тоже вещи совершенно неактуальны. Это даже не база. В лайме, как я, конечно же, и ожидала, все прекрасно. В основном очень актуальны, очень трендовы, потрясающие нарядные модели. И, наконец, до лайма дошла вот эта вот крутая сетка, которая будет в тренде и будет модна еще не один сезон. Так, слушайте, мы же снимаем про антитренды. Что это я тут расхваливаю лайм. Ну, парочку нашла, но это все капля в море по сравнению, какие там прикольные реально вещи. А мы отправляемся в мохито. Мне почему-то кажется, что здесь будет что-то похожее на сенсей. Но я все-таки таю надежду на то, что здесь будут вещи поприличнее. Друзья, за 7 тысяч вот это вот старье. Гриша говорит, что он в 11 классе учился. Такое было модно. Ну да, у меня до сих пор, кстати, есть такая курточка, которая складывается в такую маленькую упаковочку. Мне привозили ее из Германии. И это не актуально. Могу сдержать сарказм. Вы меня, пожалуйста, простите, пожалуйста, но это базовый. Сволочь такая, ассортимент. Вот эти вот брюки с поясом, который из той же ткани, из которой сделаны брюки. Ну, это пипец, ребят. Они вот с такими вот стрелками, пожалуйста. Они зауженные книзу. Это та модель, которая... Как она может быть базовой? А нет, она, конечно, может быть базовой, но не в таком, ребят, исполнении. Что это такое вообще? Вариант вот таких вот укороченных тренчей. Знаете, наверное, единственный вариант, то, что он подойдет какой-нибудь маленькой девочке метр пятьдесят роста. Но это, пожалуй, единственный вариант, кому он может подойти. А во всем остальном эта вещь совершенно не актуальна ни по длине, ни по крою. Куда это... Ну, никуда, да? Ни до тренча, ни до пальто, ни вообще ни туда, ни сюда. Плюс оно не объемное. А тренч, как мы знаем, и в принципе верхняя одежда сейчас именно в тренде все-таки объемная. На размер на два больше, чем эту. Сегодня, конечно, выпуск не про обувь, но вот эта модель обуви, я вам хочу сказать, тоже совершенно не актуальна. Пусть она стоит тысячу рублей, но уги нет. Я знаю, конечно, регионы, в которых уги были, есть и будут, и будут носить только потому, что это самая теплая и самая удобная обувь. Но, ребят, камон, если мы это наденем где-нибудь на Байкале, вот на этом вот, простите, рыбьем меху, да, потому что это совершенно не греет. Куда это, да? Это для наших широт не модно, а для тех широт, где холодно, это все-таки вещь сама по себе не актуальная из-за того, из какого материала она сделана. Поэтому точно нет. Рубашка а-ля распашонка. Никогда не понимала, в принципе, таких вариантов вещей, когда рубашка, да, что с ней должно быть? Она должна быть из плотной ткани, у нее должен быть воротник, она должна как-то по форме себя держать, да. И вот эта вот очень легкая, очень мягкая в виде рубашки с завязочками, ну, это просто, опять же, те вещи, которые друг с другом не сочетаются. Это как водолазка с горлом, шерстяная с коротким рукавом. В смысле, что? Меховая юбка мне нравится. Это мне нравится, меховая юбка. Ну что ж, я вышла из Махита, и я думаю, что на этом мы можем завершить наш сегодняшний выпуск. Я напоминаю вам о том, что сегодня нашей задачей не было обосрать какие-то магазины, сказать, что они очень плохие или очень хорошие. Сегодня мы просто объективно показывали те вещи, которые не стоит носить, не стоит покупать. Это действительно не модные, не трендовые вещи. Пожалуйста, не воспринимайте этот выпуск как полив грязью каких-то конкретных магазинов. Мы говорили о конкретных моделях. Поэтому, друзья, я желаю вам чудесного времени, суток, где бы и с кем бы вы сейчас не находились. Это была Элина Кузнецова и проект «Сильно». До новых встреч! Если вам нравится наш проект и вы хотите поддержать его, вы можете задонатить нам по этому QR-коду или по ссылке в описании к видео. Продолжение следует...